Кристал весьма энергичная особа. Ей всего 5 месяцев, и два из них она живет у куратора-волонтера Юлии Карелиной. Травма позвоночника не мешает ей резвой играть и мчаться во весь опор по квартире. Малышке работают только передние лапы. Она не может передвигаться, как остальные сородичи, и ей нужен особый уход. Несмотря на это, у нее сразу появилась хозяйка. Да, хозяйка поддерживает сейчас нас финансово. Она оплачивает все расходы. Полина в курсе, что у кошки такие проблемы, что необходимо контролировать раз в год хотя бы состояние мочеполовой системы, что необходимо помогать ей ходить в туалет. И да, Полина готова полностью заниматься уходом с таким вот животным особенным и подарить ей всю любовь и заботу свою. Если вы думаете, что молодое поколение беспечно, то это совсем не так. Юлии всего 18. Более 4 лет она помогает бездомным животным. За это время благодаря ей уже 90 хвостиков обрели новый дом. Все началось с волонтерства в приюте. В свободное от учебы время Юля приходила выгуливать собак. Одной из первых под ее опекой оказалась Челси. Прямо в рождественскую ночь, пока многие проводили время за праздничным столом, 15-летняя девушка вместе с подругой поехала в новую вилгу спасать попавшую в беду собаку. В тот день в группах помощи животным снова и снова появлялись посты о ней. Но кроме девочек тогда никто не откликнулся. Привезли в клинику. Нам поставили диагноз перелом позвоночника, перелом лапы, ребер, перелом, то есть очень тяжелые травмы. И сказали, что я вам вообще в клинике в нашей дали 5%, что собака встанет и пойдет. И 50 на 50, если мы вот прямо сейчас в 4 часа утра отправим собаку в клинику в Питер, что ее там прооперируют, что собака встанет. Челси могла так и остаться лежачим инвалидом, но благодаря мужеству двух подростков, помощи их родителей и взрослых волонтеров из Санкт-Петербурга малышка вернулась, стоя на четырех лапах. После реабилитации в Петрозаводске она отправилась за океан в новую семью и сейчас живет в Америке с новыми друзьями и чувствует себя весьма вольготно. Если вы переживаете за судьбу беспризорных четвероногих, но сами не готовы кого-то взять домой, можно поддержать волонтера финансово. Им также часто нужны корма, пеленки, да и просто свободные руки, чтобы отвезти животное к ветеринару. Поможет даже обычный репост ВКонтакте. Казалось бы, мелочь, а может спасти чью-то жизнь. Ксения Ларина, Сергей Беляев, Служба новостей.